Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть и делюсь рецептом необычного, очень вкусного пирога. В общем-то, здесь присутствует классическое сочетание сметанного бисквита, орехов и яблок. Но все оформляется необычным образом и в итоге получается не банальная аппетитная выпечка. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Итак, беру одно целое яйцо и три желтка комнатной температуры, добавляю сахар, ванильный сахар и немного соли и взбиваю миксером до получения светлой пышной массы. Затем добавляю сметану, подойдет нежирное, 10-15% и растопленное сливочное масло, не горячее. Размешиваю на малых или средних оборотах миксера, совсем недолго. В два этапа добавляю муку с разрыхлителем, каждый раз размешивая, также на малых или средних оборотах. Тесто готово, оно получается такой средней консистенции. Выкладываю тесто в смазанную маслом форму. У меня диаметр формы 24 сантиметра. Разравниваю и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Тем временем заранее обжаренные грецкие орехи складываю в пакетик и пройдусь по ним скалкой. Очень мелко не делаю, люблю, чтобы остались небольшие кусочки. Яблоки натерла на крупной терке, лишнюю жидкость при необходимости слейте, не отжимая. При этом лично я кожицу не очищаю. К белкам добавляю немного соли и взбиваю до появления легкой пены. Затем, продолжая взбивать, добавляю по 1 столовой ложке сахара. По очереди взбивая после каждой. Когда белковая масса станет поплотнее и миксер начнет оставлять следы, также в несколько этапов добавляю крахмал. Я использую кукурузный. Все вместе взбиваю до получения мягких пиков. Делю взбитые белки на две равные части. Одну добавляю в орехи, а другую в яблоки. Размешиваю обе части. Друзья, на канале есть очень много рецептов и интересных пирогов. Ссылку на них вы сейчас видите в правом верхнем углу. Самые обычные фасовочные пакетики для удобства кладу в стакан и выкладываю начинки в разные пакеты. Безусловно, можно воспользоваться кулинарными мешками. У обоих пакетов отрезаю уголок шириной примерно 1 см. Выдавливаю начинки на готовый пирог. Я это делаю в виде кругов, чередуя их. Это можно сделать и в виде спирали, и просто в виде полосок, как вам больше удобно. Сначала выдавливаю яблочную начинку, так как ее получается больше, а затем ореховую. Если вам где-то не нравятся какие-то неровности, можно их пригладить ложкой. Снова отправляю пирог в духовку минут на 20, а вы опять же ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу даю немного остыть. Он одинаково хорош как в теплом, так и в остывшем виде. Пирог получается очень сочным, немного рыхлым, чем-то напоминает кекс, только мягче. Выпечка очень ароматная, с насыщенным запахом яблок и орехов. Кстати, как вариант, дополнительно яблоки можно добавить в тесто, а также положить туда орехи. Посмотрите, так структуру пирога видно лучше. Верхняя часть пирога в данном случае получается больше не как безе хрустящей, а мягкой, похожей на зефир. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok